В новом здании медико-социальная экспертиза для инвалидов все условия. Голосовое сопровождение и путеводители по Брайлю для незрячих, просторные коридоры, лифт и уборные для колясочников. Время ожидания, правда, сократить не удается. На осмотр каждого пациента от 15 до 30 минут минимум. А затем консилиум и долгий подсчет, прежде чем вынести окончательный вердикт. Царица всех наук против субъективных критериев. Теперь по закону за каждое заболевание начисляется определенный процент, а далее простая формула сложения, в результате которого дается право на группу инвалидности, первую, вторую или третью. По мнению законотворцев, новые классификации и критерии исправляют многие недостатки прежних формулировок. Ограничения жизнедеятельности законодателями определены по семи позициям. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле этот спектр значительно шире, но тем не менее, что прописано в наших нормативных документах. Это ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению и трудовой деятельности. Не сам факт нуждаемости в мерах социальной защиты является основанием для установления инвалидности, а наличие функциональных нарушений, ограничения жизнедеятельности, требующих мер социальной защиты. То есть, вся совокупность данных по неблагоприятному течению заболевания приводит как раз к инвалидности. Эксперты действуют согласно букве, а точнее цифре закона. Процент ограничения жизнедеятельности подсчитывают по прописанным в приложении пунктам. Казалось бы, все максимально прозрачно. Вот только многие инвалиды благодаря новым формулировкам остались за бортом и попрощались со своей инвалидностью. Нет, здоровее люди не стали. Просто по новому закону недостаточно больны. К Светлане Сорокиной, как к руководителю диабетического общества, в Ульяновске неоднократно обращаются семьи, где дети больны сахарным диабетом. То лекарства не дают, то игл и тест-полосок не хватает. А недавно в Димитровграде ребенку с диагнозом отказали в инвалидности. То есть, инсулин он получит в любом случае. Но вот та, пусть небольшая, но материальная поддержка от государства, она помогает родителям поддерживать здоровье своих детей. По настоящему закону получается, что для того, чтобы получить статус ребенка-инвалида и поддерживать этот статус, так как дают не сразу до 18, а на год, на два, и каждый раз приходится проходить переосвидетельствование. То есть, наши дети должны попадать в больницу, причем в тяжелом состоянии, в коме. То есть, получается, что мама вместо того, чтобы лечить ребенка, должна фактически не смотреть за ним, то есть дожидаться, вот пока он у нее совсем-совсем, вызвать скорую, после этого отвезти на госпитализацию, чтобы зафиксировать данный случай. Но это же нонсенс. Похожа история с детьми с ДЦП. Если родители вкладывают силы и средства в реабилитацию и добиваются, что ребенок ходит в обычную школу, на помощь государству уже можно не рассчитывать. Конечно, решение медико-социальной экспертизы можно оспорить в суде, но опытные адвокаты предупреждают – шанс на победу невелик. Проблема в том, что у нас сегодня нет арбитра, который может спор в итоге разрешить. Потому что, когда мы идем в суд, мы надеемся на то, что суд примет решение. Зачастую суд просто берет позицию органу, который выдает инвалидность, оформляет инвалидность, и экспертизу назначить даже некуда. То есть нет у нас такой организации, куда будет можно было, ну как бывает, независимая экспертиза, там чего-то, да, нет у нас такой организации. Письмо с требованием реформировать деятельность медико-социальных экспертиз в России, передав их полномочия врачебным комиссиям при поликлиниках, подписали председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Как утверждают правозащитники, для Министерства труда каждый инвалид – нагрузка на федеральный бюджет. Минтруд намеренно и осознанно проводит политику сокращения числа инвалидов, а сеть МСЭ является проводником этой политики, что приводит к массовому нарушению прав граждан, недоступности для них льготных лекарств и средств реабилитации, ухудшению здоровья детей и взрослых и, как следствие, к преждевременной предотвратимой гибели людей. При этом в Госдуме прозвучало предложение провести так называемую переаттестацию инвалидов, получивших этот статус с 2000 года, когда критерии были не так точны. Какой смысл? Неужели инвалид со стажем, который старается поддерживать здоровье, используя возможные средства реабилитации, вдруг в этом статусе не будет нуждаться? Ведь льготы на лекарства и на саму эту реабилитацию, в свою очередь, доступны лишь при наличии той или иной группы ограничения жизнедеятельности. Инвалиды, как узники по неволе, снова попали в замкнутый круг.